Всем привет! Меня зовут Саша и я вам сегодня буду рассказывать про интеграции Flutter с разными платформами. Сейчас чуть-чуть истории этого доклада. Я давно хотел сегрегировать все возможные Flutter интеграции и в одном докладе их выводить. То конференция отменялась, на которую я его подавал, то еще что-то происходило. И в итоге вот это первый конференция, который я должен был показывать. Я понял, что доклада нет два дня назад. В общем, я уперся и написал его за два дня. Так что это первая попытка его рассказать. Так что сейчас сами видите, что из этого получилось. Причем неожиданно получилось, что дофига слайдов. И когда Светя вчера показал, она говорит, ну у тебя примерно по 40 секунд на слайд. Я уже на первый потратил, наверное, полторы. Так что возможно в конце придется бежать быстро. Ну, если что, потом еще как-то договорим. Общая идея какая? Ну, все мы знаем, да, что Flutter — это UI-френдор в первую очередь. Иногда даже называют UI-тулкит. То есть средство для быстрого, красивого построения красивых интерфейсов. Но понятно же, что мобильное приложение — это не только UI. Там есть еще что-то внутри. Ну и вообще у мобилки там есть какие-то железки еще, с которыми надо взаимодействовать, там еще всякая штука. И Flutter напрямую этого делать не может, потому что он заточен под то, чтобы рисовать UI. Ну и если нам нужно прицепиться к чему-то там более глубокому, нам надо как-то интегрироваться с платформой. Как мы помним, Flutter после версии 2.0, которая вышла как раз в марте, как я сказал, этого года, напомнил нам. Flutter теперь у нас как работает так с мобилкой, так и с вебом. И, ну вроде бы, теперь еще и с дисктопом. Поддержка дисктопа сейчас уже в стейбл-канале, но там не совсем честно находится в стейбл-канале. Там просто берется более-менее стабильный снапшот из деф-чанела и выкладывается в стейбл. Но, конечно, на самом деле там никакой не стейбл. Ну и плюс у нас есть еще поддержка embedded-девайсов. Но мы сейчас не будем говорить за все эти разные холодильники с экранами, машины с экранами и прочее. Ну, по идее, Flutter есть экран, то Flutter туда можно какими-то хаками прикрутить. Хватило бы мощи. Мы будем говорить, конечно, о мобилке, вебе и дисктопе. Соответственно, с каждой из них Flutter нужно как-то интегрировать. Если посмотреть Flutter документацию, мы можем найти там список supported platforms. Их тут даже выглядит как будто много. Ну, тут просто как раз написано, с какой версией Android, с какой версией iOS. Для веба просто поддерживаются четыре браузера. И, соответственно, каждый браузер рассматривается как отдельная платформа. Вот. И, ну, здесь как раз версии 2.5. Вот такой списочек. Можете сразу перебить, а браузеры мобильные там присутствуют, нет? Ну, браузеры мобильные, они же называются так же? Ну, там написано или капитан, или высший сафари. А, или капитан, это про macOS. Ну, да. А, про сафари. А, ну и капитан. Ну. Как написано, так и написано. Вообще мобильный сафари поддерживает. Это скриншоты из специальных домов. Но мобильный сафари работает. Ну, давайте попробуем предположить, какие еще, ну, зачем еще нужны платформные для интеграции. То есть, ну, вот, какой-то вариант я предложил, там, взаимодействует там с железками. Ну, чего еще они могут понадобиться? Какие-то предположения? Давайте накидывать. Там посмотрим. Я тоже выписал список на следующем слайде. Ну, на сильной опишке, биометрия какая-нибудь. Ну, да, работа с камерой там. Ну, это да, тоже к железке. Ну, я не знаю, многопоточность хорошую сюда можно отнести или нет? Хорошую, в смысле, частную? Да. Типа, что вы прямо в потоке-потоке? А не вот эти вот изоляторы? Ну, зачем? В флаттере хотя бы что-то по сравнению с Райном. Ну, давайте посмотрим, что я сюда накидал. В первую очередь, это уже заимплеменченная платформенная функциональность. Ну, то есть, если у нас есть какие-то библиотеки, которые уже работают, например, и нам нужно их перекрутить, есть вариант, можно переписать заново на флаттер, но чтобы быстро можно попробовать их запустить. Особенно, если они там, например, уже есть и подается к Android, да, и не касается UI, почему бы и нет? Ну, если они их опичивают? Ну, но RP-то можно как-то и похоже. Особенно, как-то подпилить, воровать с напильником. Ну, конечно, да, RP-то должно утилинать. Так, конечно, платформ-специфик libraries, third-party библиотечки, там типа Panzerflow, еще чего-нибудь такое, которое нужно работать. Ну, специфические железки. Ну, и если вдруг нам нужно какой-то extra performance или вообще на уровне нативного кода, на уровне NDK подрубиться. Такие штуки тоже потенциально возможны. Ну, и какие у нас бывают типы? Так, кстати, у меня все слайды на английском, да. У меня все было на русском, у меня все на английском. Я признаюсь честно почему. Это потому, что теоретически я всегда рассматриваю возможность, что, возможно, придется этот доклад где-то рассказывать на английском. И тогда опять слайды переписываешь на русском. А так мы все вроде понимаем английский. Поэтому, чтобы потом не переписывать, я всегда делаю сразу на английском. И так, какие типы интеграции у нас существуют? Ну, во-первых, мы должны уметь вызывать нативные методы из Flutter-приложений. Во-вторых, возможно нам потенциально нужно показывать какой-то нативный UI во Flutter-приложении. И третий тип, возможно нам понадобятся какие-то Flutter-компоненты показывать в нативном приложении. Ну, тут вроде больше нет у нас типов интеграции. Если так. High-level. А вызывать Flutter-методы из-нативного? Ну, а вот это к третьей части относится. Ну, да. Но здесь больше нет, да? Ну, здесь больше про Flutter-компоненты. Ну, опять же Flutter-юайк-приложений. Слушай, а какой может быть кейс? Ну, типа у тебя на дарте написано общая бизнес-логика по обработке чего-то. То, что ты дергаешь из обработки notification, например. Ну, в принципе, да. Такое я что-то не предположил. Но тут больше и на продав тогда. Тут Flutter уже какой-нибудь причем. Просто через интеграцию Flutter надо прикручивать. Крамошный. Ну, оно логически выплывает, да. Что такое пишет? Крамошный по-разному. Ну, начнем с мобилки, да. У нас есть мобилка. Верх-листок. Все-таки по большей части все пишут на Flutter мобилку. Поэтому про мобилку тут будет больше всего. Ну, и, соответственно, проработано. Это больше всего для мобилки. Потому что самая стабильная штука. Мы начнем, какие у нас есть возможности интеграции с мобилкой. По поводу вызова нативных методов из Flutter приложения. Для этого есть Platform Channel. Для отображения UI у нас есть Platform New. Ну, и еще есть третий тип интеграции. Это Dart FFI. Для того, чтобы на уровне IndieKey подрубаться. Сейчас мы по всем пробежимся. Ну, и в обратную сторону, чтобы Flutter вставлять в нативные приложения. У нас есть Flutter Modules. Поехали. Flutter channels. Ну, это картинка тоже из документации. Как это работает. Кто-нибудь использовал Flutter channels? Написал сам? Ну, про вас я все знаю. Кто-нибудь еще? Ну, понятно, что вы использовали их... Да, включая библиотеки. То есть, зачем там писать свои собственные channels, которые будут тащить вам заряд батарейки, как там взято в примере, если можно взять, включить библиотеку, которая уже все это дело до вас. Ну, вкратце. Как это работает? У нас есть Dart Code, который через некий API с названием Platform Channel, ну, метод channel конкретно здесь на примере нарисован. Сейчас я скажу, в чем разница. Используя бинарный мессенджер, обращается уже к Flutter engine, который разный для разных платформ. Ну, тут, как раз, кусочек Flutter engine для Android, кусочек Flutter engine для iOS, который уже через этот мессенджер получает бинарные сообщения, десерализует его. Ну, то есть, соответственно, здесь он десерализуется, здесь десерализуется и прилетает уже в нативное приложение. Все это работает синхронно. Ну, то есть, по сути, мы из Flutter синхронно делаем запрос куда-то на платформу и говорим там, сделай что-то. Платформа получает запрос, десерализует, делает ответ, десерализует, управляет обратно, и Flutter синхронно получает ответ. окей, ну или там результат, что-либо. Ну, как с бэкендом получается. Делаем request, получаем response. Еще три типа этих channel'ов. Есть так называемый basic message channel, который, ну, такой самый general, который позволяет разные типы сервизации использовать и так далее. Есть самый простой метод channel, который все обычно юзает, который просто по стандартным типам работает. Но... Ну, сейчас потом отдельный момент channel поговорим. И event channel. Event channel, который позволяет подписываться на какие-то потоки со стороны нативки. То есть, можно на нативке не видеть какой-то поток, но Flutter на нее подписываться. И его слушать, по мере присутствия и получения ивентов, там, что-то, соответственно, делать. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Тут, конечно, мелко получилось, но, опять же, этот код весь есть в репе, его можно будет потом посмотреть, но спокойно, чтобы не разгадывать. Не, лень была выделять. Ну, это не куски, поэтому я скриншотил в Android Studio. Вы понимаете, два дня будут выделять все. А как это код за скриншотти? Ну, тут в какие-то моменты я хотел еще показать содержимое самого проекта, поэтому делал додатипно. Посмотрим сначала на стороне Android, что мы делаем. Есть те, кто с Android-бэкграундом здесь? Ну, кстати, сразу по сравнению. Двое-трое с Android-бэкграундом, а с iOS-бэкграундом? А те, кто ни разу не поднял руку, то есть сразу просто начали пилить на флаттере? Game Dev. Еще можно back-end? Game Dev. А, Game Dev. Никогда про Game Dev не спрашиваю, кстати, надо добавить. Ну, посмотрим на стороне Android. Мы идем в основной Activity, создаем название какого-то нашего Metal Channel, как-то уникальный идентификатор, по которому мы будем его определять. Ну, а потом просто мы берем и по сути создаем объект Metal Channel с этим названием и в нем прописываем, что если у нас там со стороны флаттеры дергается метод с названием таким-то, в данном случае Pink, причем это просто именно строковой литерал, то делаем что-то, вызываем там какой-то метод и что-то возвращаем. В данном случае этот метод просто возвращает число, здесь 50. На стороне iOS все плюс-минус так же абсолютно, здесь свист и скриншот из Xcode. Мы берем, создаем channel, он здесь не метод channel, а флаттер метод channel, ну там названия, разные языки тоже разные. И примерно то же самое делаем. Смотрим, что этот метод называется ping и здесь возвращаем соточку. Ну вот здесь, да, в отдельном методе, который возвращает соточку, возвращаем соточку. Что мы делаем на стороне дорта? Ну, берем и говорим, ну, делаем invoke метод ping, а потом, когда получаем асинхронный ответ, через setState задаем значение counter. Ну, чтобы вы понимали, да, это приложение, которое создается при создании платформы проекта, где у нас там просто counter по кнопочке. Вот я поменял то, что вызывается по кнопочке. Поехало чуть-чуть. По нажатию на кнопку, мы теперь вызываем этот ping, который вызывает платформенный метод. Ну, и как видим, на iOS возвращается соточка, на Android 50. Мы просто запрашиваем эти значения со стороны платформы. Это самый простой способ заведения с платформой, но тут еще надо понимать какие-то опасности. То есть метод channel нигде не проверяет, что мы запрашиваем и как. То есть это на усмотрение разработчиков, что я здесь хочу получить int, и со стороны платформы возвращаю int. И за этим надо следить. Это же pigeon. Ну, pigeon. Ну, ты погоди, не торопись. Там самая главная опасность это то, что если ты return не сделаешь, ну, не беззвучно этот channel в нативе, то как бы оно изрезовывается. Да, нет ничего. Интересно, да. Уорочим это в пары. Про pigeon, да, будет тоже отдельный слайдик потом. Сейчас пока про event channel. event channel это мы должны сформировать поток на стороне платформы. Ну, тут тоже мелкими буквами, ничего не понятно, видала. Но суть какая, мы здесь берем, создаем объект event channel, в нем мы создаем корутину, которая просто в цикле кидает нам несколько значений в broadcast receiver. Ну, и срабатывает, когда мы подписываемся на поток, на on-listen. На on-cancel мы все cancelим, cancelим корутину и broadcast receiver зануляем, чтобы, короче, коллектор он собрал. Ну, и вот создаем сам broadcast receiver. И просто по intentам делаем event success, то есть отправляем вот это что-то, что мы получили в intent, куда-то там в сторону платформы. На ios плюс-минус то же самое, только здесь мы создаем scheduled timer и также кидаем эти ивенты. Ну, ставим swing handler, который отправляет эти ивенты туда. И вот самое интересное, поскольку, да, сторона все-таки больше флаттерная. Теперь мы metping меняем. Мы здесь берем и по нажатию кнопки сейчас мы начинаем подписываться на этот поток из event channel. И, ну, здесь скриншот то же самое, но по сути здесь сейчас, когда мы нажимаем кнопку, у нас начинает эта цифра меняться. То есть там каждые сколько-то секунд, вот как мы кидаем этот ивент на стороне платформы, вот, потом он прилетает на данную сторону, здесь мы его ловим и делаем start state. И, соответственно, меняем картинку. Ну, и в конце, да, надо не забыть закринслить subscription, где мы подписались на этот поток. Ну, здесь как раз я про то, что уже говорил, что нужно не забывать следить за соответствием типами, если мы таким образом взаимодействуем с платформой. И есть целая табличка в документации, где написано, какие типы каким соответствуют. То есть, поскольку у нас есть с одной стороны Dart, а с другой стороны у нас может быть как Swift, так и Objective-C на IOS, и как Java, так и Kotlin на Android. Ну, а тут прописаны все эти типы, за которые нужно поглядывать. Ну, и кроме этих двух, как я говорил, есть еще Basic Message Channel, который позволяет более детально со всем этим работать. мы можем подменять вместо вот этого стандарт message кодека, который, в общем, по сути просто простые типы пытаются замачивать. У нас есть Basic Message Channel, где мы можем другие кодеки использовать. Либо бинарный кодек, либо string кодек, либо JSON кодек, либо JSON кодек, где будем JSON сервизировать, чтобы сложный тип противов. Но кроме такого типа взаимодействия Flutter Team выдал еще один способ. Это отдельный библиотек, называется Pigeon. тоже птичка. Почему? Пижон, да. Только другая птичка. Которая позволяет создавать, по сути, API взаимодействие между Flutter и, соответственно, платформой. Ну, то есть мы берем, создаем какой-то тип, берем какую-то API, говорим, что это будет API, а потом запускаем код-генерацию, которая нам генерит платформный код. Ну, Андрей, а ты когда бы на Pigeon не делал, это же был какой месяц? Это был август? Я помню 10 раз. Ты, я помню, ругался на то, что там все нестабильно, Kotlin не поддерживается. Все нестабильно, Короче, Kotlin теперь поддерживается. С версии 1.0.7 она вышла 1 сентября. Ну, в смысле, версия 1.0.0 вышла 1 сентября, а сейчас уже 1.0.7. Теперь поддерживается Objective-C, Swift, Java и Kotlin. Вроде они стабилизировали более-менее. Сейчас можно уже чуть более бесстрашно это использовать. Все очень быстро, на самом деле, меняется и стабилизируется. Буквально, считайте, пару месяцев назад еще было больно и не очень. Сейчас стало уже получше. У вас уже полегче пройти? Ну, то есть мы, по сути, берем и формируем опиху взаимодействия. Ну, то есть, по сути, как реально там консенсерные взаимодействия, мы кодогенерим себе и взаимодействуем с платформой из DartCode. Ну, это вопрос скорее не к залу до камня, что по поводу UI. Мы сейчас посмотрели, как мы можем дергать просто код, который там что-то делает на платформе таким типом а-ля асинхронное взаимодействие. А что делать, если нам нужно UI? Для этого существует механизм платформ view. А про FFI ты уже сказал? Про FFI еще нужно. Про FFI потом. В каком порядке их расставил там на первом слайде, так я вам рассказываю. Почему Google Maps? Ну, потому что плагин Google Maps сделан в использовании этого инструмента. То, что они сначала, на самом деле, пытались запихать... Ну, написать Google Maps прямо на платформе, присунулись туда, насколько я знаю эту историю. Поняли, что это слишком за хрена писать, зачем, если все уже написано. И сделали его через платформю. Я помню долгое время, вначале он работал только на андроиде, потому что под iOS и платформю не работал. Поэтому Google Maps можно было только на андроиде использовать. Поэтому тогдашние проекты на платформе, которые были расплатформены, обычно не используют Google Maps, используют какие-то другие решения, потому что Google Maps не работал под iOS. Но часто они все это делали, теперь работает. И, на самом деле, там есть два механизма, как в платформю отображаются во флаттер приложении. Это виртуальный дисплей или гибридная композиция. Причем, например, на андроиде виртуальный дисплей работает, начиная только с 20-й в SDK, а гибридная — начиная с 19-й. Как они работают? Виртуальный дисплей, по сути, берет UI-ное отображение платформена, буферизирует его и прокидывает во флаттер движок, и флаттер его просто отображает. Поэтому через виртуальный дисплей у нас возникнут проблемки, например, если мы хотим, например, жест какой-то использовать с UI. То есть это, по сути, просто картинка, которая виртуально прокидывается во флаттер. То есть мы можем UI-ку прокинуть, но взаимодействия не можем. Гибридная композиция — это как раз полноценное взаимодействие с нативным UI. То есть от нас берется прямо нативный UI, берется Flutter UI. Flutter UI из GPU-памяти прокидывается в основную память, там они собираются вместе, потом прокидывается назад, и это полноценно получается встроено в систему Android Activity, например, если точка времени Android. И здесь вот мы можем уже полноценно с ним взаимодействовать, то есть и тыкать кнопочки, и вот это вот все. А можно для новых сценарий, когда это необходимо? Ну, когда тебе нужно с нативным UI взаимодействовать, когда там есть какие-то кнопки, в которые нужно тыкать, или, знаете, скейлить что-нибудь, тогда тебе нужна гибридная композиция. А если тебе нужно просто что-то показать, что не нужно ни тыкать, ни еще что-то? Ну, то есть реальный UI кейс, когда нужно обязательно использовать и убивать внутри фатора приложения, то есть? Нужно реально играть. Ага, то есть мы берем... Да, на самом деле у меня будет целый слайд про реальные кейсы, давай сейчас я расскажу про наш кейс. И в той и в другой ситуации возникают некоторые вопросики с точки зрения перформанса, вот об этом сейчас тоже чуть попозже расскажу. Виртуальный дисплей, причем, работает только на Android. На iOS работает только гибридная композиция. Там, в принципе, не прикрутили. Ну, не прикрутили. Не сделали. Или специфики iOS. И есть несколько виджетов, которые позволяют нам эти platformU прокидывать в Flutter. Ну, с точки зрения iOS, это один UIKitView. Причем он работает как и на iOS, так и, например, на MacOSIP, который прокидывает эту гибридную вьюху со стороны платформы. На Android их несколько. AndroidView для виртуального дисплея и AndroidViewSurface для гибридной композиции. То есть нам нужно понимать, каким образом мы хотим этот UI протащить, и зависит от этого использовать разные виджеты и по-разному их устраивать. Ну, по сути, это будет какой-то виджет, который мы назовем как-нибудь типа platformView, а вот как внутри мы его запилим, это зависит от того, какой тип интеграции мы будем использовать. Ну, вот самый простой пример такого виджета platformView. Мы берем, проверяем, что если платформа с Android, то мы возвращаем AndroidView с каким-то идентификатором. Опять же, это стринговый литерал, которым они матчатся на этой платформе. Ну, и там есть еще куча параметров, там типа вот callback на создание и так далее. Если же у нас iOS, то мы прокидываем UIKitView, соответственно с ее идентификатором и так далее. Ну, и в конце, если у нас и не Android, и не iOS, а мы только под них работаем, мы там выкидываем текст сообщения типа сорян, функционал не работает. Опять мелкие буковки из Android. Тут мелко и ничего не понятно. Мы просто создаем Android-ную вьюху, которую наследуем от platformView и имплементим в интерфейс метод хендлера, чтобы именно в эту вьюху запихать обработку метод чемла. То есть я хочу не просто показать сейчас, а устроить некое взаимодействие, чтобы мы, например, какую-то команду отправляли с флаттера, и она в нативной вьюхе отображалась. Конкретно, что я здесь хочу сделать. У нас тут есть строка render it on native Android, и я хочу прокинуть текст с флаттера, чтобы он отобразился. Ну, да, как Яна говорил, что вообще тут все в интеграциях работает только на HelloWorld. И мы все смотрим на HelloWorld. Ну, хотя бы точно будет стабильно с одной стороны. С другой стороны, я тоже не могу реальный пример из реального приложения показывать всякие NDA, и вот это все 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 равно нельзя. Поэтому... Ну и на HelloWorld всегда лучше понять, да. Проще. Всегда лучше работать. Ну, ты точно называешься, да. А там сейчас у тебя имя канала под эту вьюху где не определен? Ну, случайно. Я не вижу просто. Чип-чип-чип-чип, имя канала вот оно, метод channels. А что будет, если две вьюхи положить? Ну, по-моему. Ну, по-моему. У тебя оно параметризировано идишник в вьюхе? Ну, нет. Смотри, здесь просто прямо эта вьюха — это отдельный компонент. То есть другой компонент будет в другом называться. Это идишник вьюхи, да? Да. Ну, окей. Просто у нас бывает тоже, что если ты хардкодишь имя канала, по которому вьюха работает, потом внезапно еще ты решаешь положить две такие вьюхи. А, две одинаковые, конечно. Да. То у них все носит башню, потому что они пытаются по одному каналу разговаривать. Ну, вообще, да. Тогда в этом случае нужно добавлять туда айдишник какой-нибудь, Чтобы столько вьюх, столько разных было айдишник. Ты правильно говоришь? Ну, просто вот здесь вот добавить нижний слэш, доллар и айдишник. Ну, просто когда делиться платным плакин с вьюхой, они этого не делают. И это не айдить. Сходу, если ты не смекаешь про это сразу, то это не очевидная история. Да. Он exception не выкидывает, вот когда ему сносят башню, вот при каком случае? Там antifinal behavior получается. Это нескольких вьюх, которые по одному каналу работают. Ты не понимаешь, какая вьюха у тебя. Да. То есть он покажет, да. И они обе у тебя висают в память. Куда переходит контроль, типа в общем случае не определяет. А как оно вообще определяет? Ну, то есть две вьюхи общаются по какому каналу? И вот сообщение, которое летит по этому каналу, куда оно трассируется? К какой вьюхи? Как это определяет? Нет, это тоже тогда нужно и канал тоже параметризировать, соответственно. То есть у нас эта вьюха будет параметризирована ID-шником и канал тоже должен быть тематичным параметризирован. И тогда все будет нормально. Ну, здесь да, без параметров в этом примере. Но здесь в отличие от прошлого примера, где я работал с метод-чанелами, где я вставил метод-чанел прямо в главные активити. Здесь оно прикручено конкретно к этому компоненту и здесь его ловит. То есть мы, получается, сообщение метод-чанел, через метод-чанел управляем прямо сюда. И, соответственно, делаем этот текст на этот компонент. Вот. Тут немножко iOS сайда. Плюс-минус то же самое. Также мы создаем FL Platform View, который наследует от Flutter Platform View. И в нем, когда создаем этот объект, мы также в нем создаем channel, в нем его слушаем и меняем это значение. Ну, и вот так это выглядит. То есть у нас есть сначала дефолтное сообщение с нативной части, то есть native text from iOS. Там что-то rendered on native Android. И после нажатия кнопки мы кидаем запрос в метод-чанел и на стороне платформы меняем этот текст. Он, соответственно, меняется. Но мы делаем это не во Flutter, потому что вот этот кусок, это кусок нативного UI, который вставлен во Flutter приложение. Ну и вот по поводу перфоманса. Тут есть вопросики, да. Даже в официальной документации написано, вот эта фраза прямо тут скопирована. что есть некие трейд-оффы к перфомансам. Ну да, что есть вопросики. Потому что, ну как это работает? То есть если мы берем гидридную композицию, то у нас берется сначала этот Flutter UI сгидрированный, копируется в основную память, там комбинируется с нативным, копируется обратно в GPU память. И так каждый фрейм. Но, как бы, время затравящего на создание фрейма в этом случае сильно увеличивается. В случае в RTD, где, казалось бы, проще, но там тоже на самом деле появляются задержки, потому что в этом случае вот этот UI, платформный UI, он тоже там буферизируется, отправляется на Flutter часть, добавляется, и так тоже каждый фрейм. Поэтому использование Platform U, то есть всегда надо, ну как бы думать, а надо нам это, потому что это всегда будут performance issues. Есть средства минимизировать их, там куча всяких механизмов, сейчас не будем особо сильно разговаривать, там много, сложно и долго. Там есть социальные виджеты, которые позволяют это дело минимизировать. Но это всегда, как бы, такой компромисс. Что заключается? Ну, на самом деле визуально часто это не видно. То есть мы, например, в нашем проекте используем Platform U, по сути это основная часть функционала, но там дело связано с видео. У нас в проекте основная вьюха это карта платформенная, и у нее нет карты, и в общем, в целом. На старых андроидах она перформит лучше, чем на Типе. Ну, у нас такая же дня, кстати, на старых андроидах лучше, чем на Типе. Быстрее. Возможно, эти ищи начинают появляться, если, например, накидаешь много этих Platform U, и начнешь злоупотреблять этим вообще. Так просто, если ты пихаешь одну вьюху на один экран, обычно незаметны никакие куши. Ну, по крайней мере, визуально это не видно. Но главное, что к этому надо быть аккуратным, то есть в обычном стандартном создании фрейма точно увеличивается. И Performance Testing можно посмотреть на сколько. И вот как раз здесь давайте поговорим о реальных чизкейсах. Пожалуйста. Глену только что озвучил один из них. Карты. Ну, карты написать на Flutter, если уже написаны платформенные, и они хорошо работают. Ну, типа, зачем? Если все работает так. Кейс, который в нашем проекте используется, это видео. Ну, для того, чтобы показывать нормальное видео, надо использовать уже написанный нативный плеер. То есть у нас, например, на Android под капотом используется на ExoPlayer, на iOS — AVPlayer, на Web — ShakaPlayer. То есть у нас есть такой пэкач, который называется Player, в котором есть опиха, в котором мы через платформенные ченнелы ну, в этом случае веба — не платформенные ченнелы, все-таки дальше об этом тоже поговорим, закидываем какие-то события. То есть интерфейс плеера написан на Flutter. И в стэк снизу кладется просто видео-поток с нативного плеера, а сверху на него Flutter дорисовывается UI. То есть кнопочки там, слайдер и так далее. И когда мы нажимаем на какие-то кнопки, мы просто через потом ченнелы кидаем события на платформенную сторону, где оно же говорит плееру там. Поставь на Power, запустить и так далее. Ну, это реальный кейс. Ну, можно подумать еще какие-то кейсы. Давайте накидывайте предложения, может, у вас есть. Ну, по-моему, это пишка камеры, которая на нативке. Да. По Flutter это прямо такой вот ход-кейс, можно сказать. Потому что, ну, во-первых, на нативке ты можешь за фпс полностью вести контроль, а вот нормальные акселераторы, которые на арене и на Flutter, они такой возможности не дают. То есть, допустим, брать байтовую, ну, в битмапе изображение, это тоже вот невозможно на нынешний момент. Причем, при работе с камерой можно даже не через платформ-ченнелы занимать действовать, а на более низком уровне, вот о котором мы сейчас тоже немножко поговорим. 3D rendering. Да, кстати, 3D rendering, да. Причем там тоже можно как и через FFI, так и через платформ-ченнелы. Там есть API и там, и там. Через OpenGL, который... Ну, и метод. Ския там есть с этим правая ленка, Андрей, можешь подробно рассказать, как она работает. Да, все образуется в любом случае. А, на математикой существующей. Она все-таки, да, D2D-движок, и у нее есть свои определенные алгоритмы, механизмы, что там не так все просто. Ну, у нее есть G, G поверхность. У вас, ну. Да, давайте потом обсудим проблемы с Кией с работой с OpenGL, и 3D-графикой. И не просто 3D, но там с обычной, ну, просто как все это взаимодействует. С Кией, она все-таки немножко неподдет заточена. Итак, FFI. Фарайн-фанкшн-интерфейс. Ну, на самом деле, это не датовая история. Это такая общая история, которая позволяет взаимодействовать на библиотекам на разных языках через так называемый C-интероп. Когда у нас используются интерфейсы C-шных методов, и мы как бы дергаем, как будто C-шный метод. На самом деле, библиотека может написано там, не знаю, на гло, на raste. Мы просто дергаем через этот C-шный интерфейс. В DART появилось с версии начиная с 2.12, ну и там с версии 2.0, что теперь мы прямо из DART можем дергать C-шные методы. Ну, не обязательно C-шные, да, у которых есть вот этот тип интерфейса. Мы можем привязывать их двумя способами. Мы можем через статическую привязку делать или через динамическую. Ну, разница в том, что через статическую привязку C-шная библиотека сразу встраивается в приложение. В случае динамик линки она подгружается, ну, когда становится необходимым. Ну, и есть набор типов библиотек, которые можно прицепить к андроиду или к IOS. У андроида их поменьше. Ну, это, соответственно, мы можем дергать платформные библиотеки. Ну, что такое платформные библиотеки? Ну, то есть у нас есть NDK, через который мы можем на низком уровне вызывать какие-то платформные API. Та же камера, например. То есть мы можем как верхний уровень с ней работать, так и низкоуровнево. Низкоуровнево у нас будет гораздо быстрее все это работать. Соответственно, когда мы обращаемся к платформе через NDK, у нас работает все тоже гораздо быстрее, потому что, опять же, нет вот этих асинхронки, нет вот этой сериализации-десериализации, вот этого всего. Ну, и плюс это NDK. Ну, и можно делать first-party library, то есть писать их самим. Можно использовать open-source first-party, cloud-source first-party, но не важно, короче. Если есть API, то ее можно дергать. Давайте попробуем. А что значит source-код у тебя там в iOS был? Source-код? First-party — это подписанная библиотека, source-код — это просто прямо исходники. Ну, то есть, First-party library — это как подписанная или, например, собранная. То есть в случае Android — это не просто голый психишный код, а это собранная со-библиотечка. А в случае iOS — source-код — это просто голый код. То есть ты его подставляешь и работаешь. Ну, object-to-sition. 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 Свист, в смысле, по-моему, уже не умеет. Ну, там есть enter-off. Сейчас вот на примере посмотрим. Вот мы берем вот этот кусок сичного хода. Это самый простейший голый сичный код, но даже не hello world, а что-то еще проще. Ну, потому что, на самом деле, если брать чуть более сложный пример, который будет, например, строить стрингу, то в случае C — это уже у нас… А кто писал на C? Нативный модуль? Или просто писал на C? Просто вообще с C работал. Вот. Да. Вы помните, да, что такое там строка? Это чар звездочек. Это чар звездочек. Это да. Ну, то есть мы, как и в случае с Platter-Channel, когда мы число какое-то возвращали с нотивкой, сейчас будем забирать ее из C-шного кода. Ну, это потому что я объяснил до того, как появилось. Но вот я вчера писал. Давайте посмотрим. Например, мы создаем папочку с RC. Ну, если кому не видно, да, то здесь у нас Flatter-проект. Вот здесь там папочка leap, папочка build. Мы добавляем еще папочку source. И в нее просто входим в файл simple-c, который просто копипастим вот то, что я показывал на экране. Вот эту простенькую C-шную функцию. Да. В случае андроида нам перед тем, как с этим вообще работать, нужно, во-первых, установить idk, обязательно. Без этого не будет работать. Во-вторых, установить cmake для того, чтобы скомпилировать C-шную функцию. После этого мы добавляем cmake-list.txt-file. с инструкциями для компилятора. Чтобы он скомпилировал нам эту C-шную библиотечку. А потом редактируем build-gradle, где добавляем инструкцию, что нам нужно будет из этого cmake-list-file брать библиотечки. Для того, чтобы потом можно было с проекта их дергать. В случае IOS все проще. Мы берем, даже не докидываем, но та же самая C, в которую мы добавили папку source. Мы просто залазим в настройки таргета, в guild-fathers, и в compile-source добавляем .file. Все. Теперь он его скомпилируется как раз как source-core в этом случае. И, кстати, со стороны IOS он там не умеет в этом случае динамик-линкинг, он только как статик-линкинг не работает, сразу устраивает. В этот случай, который я сейчас показываю, это будет динамическая привязка к андроиду и статическая привязка к IOS. Теперь что мы делаем на стороне DARTA. Во-первых, нам нужно привязать эти функции тоже по типам. Мы говорим, что эта функция у нас будет возвращать нам IN32, и на стороне DARTA, типа simple.dart, то есть это будет int. И потом делаем ffi-bridge, где мы говорим, что если платформа Android, то мы делаем dynamic library open и открываем lib-simple-cell. Вот этот файл у нас сформируется через CMake, скомпилированный C-шный файл. Ну и dynamic library process, он привязывает статически все эти библиотеки, которые у нас в BuildFuzz указаны. То есть тут даже не надо библиотеку указать, там просто все, которые есть, все процессы сразу при сборке. Потому что они уже там, то есть здесь надо еще ее открыть, а здесь все, которые уже добавлены, запроцессить просто в случае IOS. Ну и getCValue мы берем, указываем, какой тип функций мы связываем, и потом ее название, тоже по названию и по строковому литералу. Все. Теперь возвращаем к второму пингу и говорим, что мы берем через ffi-bridge, запрашиваем это значение. Значит ли это что, если у меня статически совмаковано все это, я могу не только из своей библиотеки, а просто dynamic library process попробовать получить? Ну, которые привязаны, да, то они должны привязаться всей. и ты можешь пытаться их дернуть. Ну, как говорится, достаточно простой пример подключения ffi, но понятно, да, что тут мы можем брать какие-то библиотеки, которые какие-то DLL-ки там закидывать и дергать. Мы можем обращаться к методам, опять же, minDK. Ну, достаточно широкий простор для импровизации и попытки с этим взаимодействовать. И flutter-modules. Это тоже вот эта больная тема, потому что flutter-куски встраивать в нативные приложения. Вот, здесь у меня единственный слайд на русском языке. Непереводимый. Ну, в общем, да, невозможно запихать сегодня доклад. То есть я и так понял, что он в первое время переполняем. Да, если сюда еще промоутеры запихать, то можно очень долго разговаривать. Ну и, конечно, опять же, два дня все было. Вы же сами понимаете. Так до фига получилось. Вот, поэтому дальше давайте поговорим про Web. Вот так, да? Да. Разговариваешь. Дальше побежим быстро. Но, на самом деле, очень мало слайдов осталось, потому что здесь сейчас примеров с кодом уже не будет, потому что я их еще не написал. Что такое flutter-for-read? Вот здесь у нас, видите, тоже видно, что слайд состоит на другой презентации, потому что есть русский название. Это, кстати, тоже моя презентация. Тогда я ее показываю. Да, я ее показываю. Тут показано, как по слоям у нас выглядит flutter-фреймворк. То есть у нас есть наверху наш слой приложения, в середине слой фреймберка, где вот все эти написанные на Dart штуки, там типа виджетов, рендеринг-слой и так далее. Ну а внизу вот тот самый engine, который написан на плюсах, который содержит ски, виртуальную машину Dart, тексты рендера и прочие штуки. Для Web у нас просто подменяется вот эта часть. У нас теперь вместо ски и всех этих штук используется WebAssembly. Ну там тоже ски, на самом деле, только подключены через WebAssembly. И отрисовываются все с помощью WebGL. И используется еще HTML, CSS и Canvas. Короче, это просто все работает к другому именно на слой взаимодействия с платформой. А все остальное остается таким. По сути. Ну да, там WebView-ха исчезает еще для ВЖО, потому что как бы WebView-ха и Web... Странные. И, по сути, у нас есть одна и та же код-база, но просто несколько разных типов компиляторов. Если в случае Android и iOS у нас было JIT и Ahead of Time, в смысле для девелопмента, когда мы занимаемся отладкой и хотим, чтобы был там Hot Reload... Блин, кто-то еще пытается торопиться? Чего это не вестись? Время увеличивается в другую сторону. Ну и, соответственно, Ahead of Time компиляция для того, чтобы релизные сборки готовить. В случае веба у нас там есть тоже два типов компиляторов. Это DevCompiler, который компилирует дат код JavaScript, но таким образом оптимизировано, чтобы можно было модули подменять, чтобы можно было на вебе делать тоже. Но Hot Reload там не работает, там только Hot Restart работает. Но, тем не менее, он значительно быстрее, чем полный перезапуск, что можно модуль JS подменять. Ну и Dart to JS формирует уже оптимизированный JavaScript именно под релиз, который оптимизируется по объему и так далее. Но суть в том, что мы просто компилируем на дат код JavaScript. И, в общем, из-за того, что у нас в итоге получается JavaScript, то из JavaScript мы же как бы можем легко вызывать JavaScript. Поэтому есть библиотека JS, которую можно подключить для того, чтобы делать JS Intero. То есть, ну, здесь пример из практически реального кода. Мы берем, создаем какой-то интерфейс, по сути, где объявляем библиотеки с типами external. External означает, что у нас это, на самом деле, JS библиотека. И через аннотацию JS говорим, какой JS класс вызвать. И, по сути, на вебе мы прямо просто дергаем JS методы, которые у нас подключены. То есть, у нас не нужно ни Platform Channel, ни FAPI. Мы просто напрямую с JS начинаем работать. А если нам нужно отобразить что-нибудь по типу Platform View, вот для этого есть специальный виджет HTML Element View, который позволяет прямо куски веб-страниц, что бы там ни было HTML и CSS или JavaScript, мы просто берем и можем встроить этот виджет в свое приложение. Ну, по сути, это тоже самое Platform View, только для веба. И там тоже есть свои проблемы в зависимости от типа рендеринга, если их… Ну, в общем, нужно слушать заклад про Flutter for Web, чтобы подробно объяснить. Я тут… Ну, на ответ, почему нет кода, ну, кроме того, что у нас нет времени. Я еще не успел его написать, но на самом деле я хочу сделать это приложение, чтобы оно работало и под iOS, и под Android, и под Desktop, и однотипно. То есть, что у нас там будет вот этот кусочек платформы UI, там пара кнопок, и что в ходе можно было посмотреть на каждой платформе, как это будет взаимодействовать. Там в конце будет ссылочка, по которой можно будет следить изменения. Сейчас пока я взгляну с Android, и пока… так… грязненько еще. Вот, сделаю почище в ближайшее время, чтобы можно будет это все посмотреть. И мы приплыли. Ну, да. В принципе… А, все. Ну, я могу рассказать. Это последний слайд про веб, там дальше еще есть про десктопы. Но про десктопы там такие слайды… У нас есть три типа десктопов, с которыми платформатор работает. Это Mac OS, Linux и Windows. И, по сути, все типы взаимодействия с ними уже на самом деле рассказаны, кроме отображения платформного функционала во Flutter. А остальное все рассказано, потому что на macOS мы можем делать как Dart FFI, так и Platform Channels, потому что там он, в принципе, похоже на iOS работает. В случае Linux и Windows мы можем использовать только Dart FFI и только дергать сишные методы. Ну да, тут уже такие слайды. Видите, у нас три типа платформы. Здесь мы можем подключить Dart FFI, здесь мы можем только Dart FFI. Ну и финальный слайд. Сколько у меня уже минус минут? Давай. Это красивая картинка о том, что Flutter может интегрироваться со всеми платформами. Не везде легко, где-то есть сложности, где-то сложности больше, где-то сложности меньше. Без сложности, в принципе, вообще ничего нет. Особенно если только начинаешь в этом разбираться. Ну и здесь как раз показано, что будет реальный пример кода, который покажет на каждой из этих типов платформы, как с этим работать. Можно будет его просто закачать себе и потрогать, подергать. Пока можете потрогать, подергать iOS и Android. Здесь финальный слайд. Ой. А куда потерялись две ссылки? Когда я их тебе отправлял. Синего цвета. Поехал со шрифтом и текстом. Это не интересно. Ну там они должны быть. Видимо цвет поехал. Ну главная ссылка. В любом случае Сашу можно найти в канале Flutter Омск и писать и говорить о ссылке. Главная ссылка это на проект, где все эти интеграции. Вторая ссылка, которой нет, это Twitter. Ну и тут пара ссылочек на подкасты про плату, разработку и мобильную разработку в целом. Если кто-нибудь слушает Flutter Dev Podcast. Ну вот это значит хорошая ссылочка. Там есть очень много интересных тем. Ильяна был в гостях. Андрей был в гостях. С нами еще автор канала в моих Flutter. Он там. Он еще скажет. Mobile People Talks это про мобильную разработку в целом. Просто с разных точек зрения. Среди ведущих есть iOS-разработчик, Android-разработчик, Flutter-разработчик. Как подводка что? Подводка она вообще про все. Здесь мы берем кейсы на мобильную разработку. Все. Спасибо за выкладку. Саша. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.